МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однако сделать это не получалось. Но жители дома уверяют, что дело тут не только в грузовике. Дорога завалена снегом, а коммунальщики тут редкие гости. Уже какой год? Четвертый год. Обещают, а дороги нет. Беспредел здесь живу. Вообще не разъехаться, не заехаться. Ну, что вообще? Что за стройка? Вроде квартира нормальная, литрный район. Недавно сестра тоже в аварию здесь попала. Потому что из колеи выбраться не смогли и не разъехались на этой дороге. Здесь вообще очень плохая дорога. Даже такси не хотят ехать. Ну, бывает такое. Ну, так масштабно, впервые. Минус 36 утром, а за городом все 44 градуса мороза. Сегодняшняя суббота стала самым холодным днем на этой неделе. В следовое время суток столбики термометров не поднимались выше отметки 30 градусов со знаком минус. Пассажиры жалуются на промерзшие автобусы, а водители на заглушшие машины. Пришедшие в Красноярск холода сразу отразились. И на стоимости такси большинство служб подняли тариф в среднем на 50 рублей за поездку. Синоптики обещают, в ночь на воскресенье температура воздуха составит минус 28 градусов, а завтра придет потепление. Днем на улице будет от 13 до 15 градусов со знаком минус. Вся предпраздничная неделя в Красноярске будет комфортной. А вот насколько, об этом спросим уже в понедельник у специалиста краевого гидрометеоцентра Ивана Гордеева. Также он расскажет и о погоде в новогоднюю ночь, поэтому не пропустите самый точный прогноз в нашем 20-часовом выпуске новостей. В поселке Мотыгино спустя сутки вернули свет и тепло. Вчера там была объявлена чрезвычайная ситуация. Более тысячи жителей остались без электричества в 40-градусный мороз. По информации МЧС, аварийное отключение произошло вчера в полдень. Причиной спасатели назвали перегруз электросети. Сейчас этим вопросом занимаются на уровне местной власти. Красноярск уже готов к встрече нового года. В последние предпраздничные выходные горожане ринулись за подарками родным и близким. Не смутил даже мороз, красноярцы скупают игрушки и декор с символикой огненного петуха. А также запасаются деликатесами. На новогодний стол Виктория Столярова побывала сразу на трех праздничных базарах. Какие подарки в тренде в этом году, смотрите далее. Ну, самый у нас ходовой товар – это колокольчики. Керамические игрушки, габелиновые косметички, глиняные подсвечники. Праздничная ярмарка подарков и сладостей развернулась в здании бывшей фабрики Краскон. Авторские украшения с символом огненного петуха расходятся моментально. Вот уже 12 лет мастерица Анастасия Лычагина расписывает символы Нового года. Но именно петух из-за яркости красок пользуется особым спросом на новогодних ярмарках. Такие игрушки можно приобрести от 350 до 800 рублей. Петух-копилка, допустим, колокольчики, вот огненного знака, такого плана. Мы представляем Россию, поэтому здесь у нас такие в виде петчворка, в виде косметички габелина, петухи, петухи-курочки, символ года. А вот тем, кому по душе мастерить подарки самому, сегодня отправились на каменку. Каждый год за несколько дней до главного праздника здесь устраивают новогоднюю ярмарку. Приобрести сувениры для родных и друзей решила Любовь Семеновна. Она мастер-классе соорудила хвойную и кибану и для себя. Здесь было подготовлено пил с дерева, значит, свеча, флористическая губка и ель. Все очень легко и просто. Легко и просто, говорят на каменке, подобрать подарок к Новому году даже на самый привередливый вкус. Здесь практически все ручной работы и иногда по одному экземпляру. Вот, например, открытки от красноярских иллюстраторов по 150 рублей. А трендом этого года стали портретные елочные шары. А день такой обойдется в 1200 рублей. Особенно популярны это шаржи на шариках. То есть можно заказать новогодний шарик с напряжением члена семьи. А самые стойкие сегодня отправились закупаться к новогоднему пиршеству. Елочные букеты за 100 рублей, мясо, рыба, мед от краевых фермеров. Торговые ряды с деликатесами расположились на правобережье Красноярска. В погоне за подарками и новогодним настроением горожане не испугались практически 40-градусных морозов. Виктория Столярова, Павел Цукавкин, Новости ТВК. А прямо сейчас постоянная рубрика «Обзор сайта» о самых обсуждаемых новостях на сайте tvk6.ru На этой неделе в Иркутске произошло массовое отравление косметическим лосьоном «Боярышник». В регионе введен режим ЧС. Уже установлено, что жители Иркутска отравились метиловым спиртом и антифризом, хотя в составе косметического средства был указан этиловый спирт. Бутыльки с отравой продавались на каждом углу. Даже в газетных ларьках. Сейчас «Боярышник» и аналогичную продукцию изымают из продажи. По делу об отравлениях уже задержаны 12 человек. После случая в Иркутске Владимир Путин поручил ужесточить правила и наказания в сфере оборота спиртосодержащей продукции. Напомню, в ноябре 2015 года в Красноярском крае от отравления суррогатным виски пострадали 51 человек, 11 из которых скончались. Пользование карты «Копилка» станет платным. С 1 января с карты будет списываться комиссия 3 рубля в месяц. При этом организаторы проекта уверяют, что получаемая от «Копилки» выгода гораздо больше 3 рублей. Напомню, карта действует в магазинах «Командора», «Лея», «Инсити» и других компаниях-партнерах. Большинство красноярцев нововведения не одобрили. А в социальных сетях пользователи назвали это жестом неуважения к покупателям. Да, для меня это тоже дело принципа. Они забыли, что есть и конкуренты. Так что жест неуважения к покупателям со стороны «Командора» обойдется им, я думаю, дороже. Это просто легальный способ не возвращать займ. Когда покупатель переводит сдачу на «Копилку», он занимает свои деньги «Командору». Так-то сеть должна еще и проценты на остаток начислять. Но придумали лучше – вообще не отдавать хотя бы часть. По примерным подсчетам, абонентская плата принесет копилке более 600 тысяч рублей ежемесячно. Впервые списание произойдет 1 февраля, но для пенсионеров пользование карты останется бесплатным. Красноярца от смерти на холоде спасла собака. Все произошло в субботу, рано утром, когда хозяйка выгуливала пса. Вдруг он резко убежал, залаял и отказался сходить с места. Оказалось, что доберман по кличке Мускат нашел в снегу человека. Мужчина оказался бездомным, но трезвым. Хозяйка собаки рассказала, что она 7 лет тренировала Муската искать людей. А вместе они состоят в отряде спасателей-поисковиков. Я, естественно, горжусь, потому что это очень долгий труд, когда ты постоянно работаешь на обучение собаке. И вот так вот просто выстрелить в городе, в обычной среде городской. Шоу-шоу-нашоу. Это очень круто, что он таким образом сработал и дал понять, что вот здесь человек. Ну а еще больше интересных новостей вы можете посмотреть и почитать на нашем сайте tvk6.ru. После массовой гибели жителей Иркутска от боярышников в соседнем с Красноярска-Мачинский полиция также изъяла 10 тысяч бутылок подозрительного лосьона. Его название «Стражи порядка» не разглашают. Две тонны продукции хранились на складе и, скорее всего, должны были уйти под реализацию. Сейчас назначена экспертиза содержимого бутылок. Тем временем, по последним данным, следователи в Иркутской области с жертвами отравления стали 122 человека. Из них 74 погибли. Все они употребили концентрат боярышника. Также найден склад с 10 тоннами метилового спирта, который использовали при изготовлении контрафакта, сообщает известие. В регионе до сих пор действует режим ЧАЭС. Запрещена продажа любой непищевой спиртосодержащей продукции. Добавлю, что о местах продажи и хранения подобных косметических средств в Красноярске необходимо сообщать по телефону 227-06-45. Во второй части выпуска расскажем о том, как будут работать поликлиники в праздничные выходные. Далее у нас реклама. Не переключайте канал. Новости ТВК Работодателю грозит дисциплинарная ответственность. Уволенная учительница Мария Шестопалова может воспользоваться этим моментом и восстановиться в должности. А я напомню, два дня назад Марию Шестопалова уволили из-за жалобы питерского активиста. Он известен как борец против педагогов-гомосексуалистов. Мужчина отыскал страницу Марии в соцсетях, составил целое досье, которое отправил в прокуратуру, а также детскому амбудсмену. Обвинив девушку во моральном поведении и пропаганде гомосексуализма за личные комментарии и фотографии в соцсетях. Стал известен график работы городских поликлиник. В новогодние праздники медучреждения будут принимать пациентов 3 и 6 января с 8 утра до 4 часов вечера. На прием можно будет попасть к терапевту, хирургу, педиатру, акушер-гинекологу, стоматологу, а также будут работать процедурные и перевязочные кабинеты. Также 3 и 6 января можно будет вызвать врача на дом. Посещение больных запланировано до 14.00. Скорая помощь, стационары и травпункты на каникулах работают в обычном круглосуточном режиме. Тяжелобольному ребенку срочно требуется помощь. В новости ТВК обратилась мама трехлетнего Матвея Бойко. Полтора года назад у мальчика обнаружили страшное заболевание. Опухоль средостения. Это жизненно важный орган, отвечающий за дыхание. У Матвея постоянно болит сердце, ему сложно дышать. Он прошел 12 курсов химиотерапии, но болезнь не отступила в родном богатоле. Оказать соответствующую помощь не могут. Одна из клиник Израиля готова принять Матвея, но у семьи нет денег. На курс требуется 9 миллионов 286 тысяч рублей. С этой просьбой мама и обращается ко всем неравнодушным красноярцам. Пожалуйста, нам помогите. Мы не знаем как, чем. Спасите моего сыночка. Дети должны жить. Не должны умирать. Прошу. У них разные судьбы, но объединяет их одно. Они нуждаются в помощи, причем не только материальной, но и в духовной. В преддверии Нового года мы хотим рассказать о людях, которые дарят свою заботу и праздник другим. Вы тоже можете быть в их количестве. Как? Расскажем в следующем сюжете. Собака! Сама же собака! Я собака! Ты собака! Ты собака! В творчестве все равны без исключения. Сегодня эти ребята с повышенными потребностями выступают перед многочисленной публикой и срывают овации. В знак благодарности они получают сладкие подарки от организаторов, но осчастливить юных артистов может совершенно любой человек. Главное – желание. Все подарки от дарителей принимают в общественной организации «Открытые сердца» уже не первый год. Ведь каждому ребенку необходимо поверить в волшебство. Как и любые дети, конечно же, они ждут чудес. Они ждут того, что у них будет какая-то или новая игрушка, или новая книга. Подарок, он может быть совершенно разный. То есть есть дети, которые, например, ждут дискиркорова, а кто-то хочет игрушку, а кто-то хочет билеты в кино, или в театр, или в цирк. А у жителей Красноярского хосписа совсем другая история. Все они тяжелобольные. Многие не могут ходить, а некоторые и вовсе шевелятся. На 30 постояльцев тут лишь две санитарки. Теперь представьте, что каждого пациента нужно накормить 4 раза в день и как минимум столько же раз поменять подгузник. Кроме родственников, учреждению помогают и добрые люди. После сюжета новостей ТВК в мае этого года здесь появилось 9 аппаратов для поддержания жизни онкобольных, 7 матрасов и огромный приток волонтеров. Помочь можете и вы, придя в хоспис в любой день недели. В последние 2-3 года очень много у нас ходят волонтеров. Притом волонтеров, ну я по разным причинам, какой-то посыл души у человека иногда случается, и он решает помогать. Я считаю, что это очень важно. Не только какая-то материальная помощь, подгузники, пеленки, каталки, да, там, какое-то оборудование возможно закупить, да, постельное белье, но и прежде всего живое общение на равных с теми людьми, которые приходят по зову души помогать. Вот это очень важно. Не менее важным считают волонтеры помогать и бездомным, которые встречают праздник на улицах и теплотрассах. Сегодня все они собираются на правом берегу, чтобы отведать горячую похлебку. Волонтеры не только щедро откармливают бродяг, но и приносят одежду, иначе эти люди просто замерзнут. Собирать теплые вещи помогают и активисты-красноярцы, без них никуда. Сейчас зима, и прежде всего эти люди нуждаются в теплой одежде, в теплом нижнем белье, то есть трико теплое, носочки теплое, теплые фуфаечки, футболочки. Потом мыло, мыло, лекарства есть по возможности от простуды в первую очередь, потому что они всегда на улице, они постоянно находятся в таком состоянии простудном. Они у нас, как маленькие дети, тоже любят сладкое. Кормят горячим борщом и печеньем здесь каждую пятницу на протяжении вот уже пяти лет. Помочь можете и вы, позвонив по номеру телефона 232-69-52. Мария Великосельская, Александр Тропин, Новости ТВК. Далее рубрика «Юридическая консультация. Что делать, если начальство отправляет на переподготовку за свой счет, а также что требуется для того, чтобы открыть свой бизнес в жилой многоэтажке». Смотрим. Я работаю в садике воспитателем, но по специальности педагог-психолог. Отправляют на переподготовку за свой счет. Говорят, что это обязательно или уволят. Законно ли это? Адвокат Дмитрий Савинский поясняет, что переподготовка, тем более за свой счет, не требуется. Ваше образование позволяет работать воспитателем. Требования администрации не основаны на законе. Любые меры дисциплинарного воздействия будут незаконными. «Хочу открыть фотостудию в своей однокомнатной квартире, которая находится на первом этаже пятиэтажного дома. Сам проживаю в другом месте. Нужно ли оформить эту квартиру в нежилое помещение? Какие нужны документы или разрешения, кроме открытия ИП?» Жилищным кодексом установлен прямой запрет только на размещение в жилом помещении промышленных производств. Предпринимательская деятельность в жилом помещении допускается для людей, зарегистрированных и проживающих в указанном помещении. Таким образом, для ведения профессиональной предпринимательской деятельности, не по месту жительства, требуется перевести помещение в статус нежилого. Это также позволит устроить отдельный вход и разместить вывеску. Однако процедура перевода в нежилое требует согласия всех собственников дома. «Купил автомобиль у собственника. Составили договор купли-продажи. Когда поехал регистрировать автомобиль, оказалось, что на него наложены ограничения по регистрации транспортного средства. Продавец на звонки не отвечает. Что можно сделать? Неужели деньги пропали и их никак не вернуть?» В случае приобретения автомобиля с запретом на регистрационные действия, можно обратиться в суд с требованием расторжения договора и возврата денежных средств. На этот счет имеется положительная судебная практика. Кроме того, можно выяснить, кем и на каком основании наложены ограничения и в судебном порядке их отменить. Однако лучше пойти первым путем. Нужно учесть, что может возникнуть следующая сложность. Требовать возврата денежных средств можно лишь в той сумме, которая указана в договоре, а многие в целях уклонения от уплаты налогов указывают сумму не выше 250 тысяч рублей. Доказать, что передана была большая сумма, очень трудно. Свидетельские показания при наличии письменного договора судом не принимаются. О километровых очередях за пенными напитками в проекте «Кинохроники Красноярия» сразу после рекламы не переключайте канал. Это новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Как попадает начинка в карамельки и секреты изготовления конфет «Птичье молоко» сегодня для красноярцев провели экскурсию по цехам бывшей фабрики «Краскон». Горожанам показали, в каких формах изготавливались конфеты, продемонстрировали оборудование для глазировки сладостей, а также оберзочную машину. Сейчас в здании «Краскона» расположилось культурное пространство «Краска». Досуговый центр решили совместить с историей кондитерской мастерской. Бесплатная экскурсия по фабрике занимает примерно 10 минут. Цеха «Краскона» можно посетить и завтра, говорят организаторы. По количеству у нас 800 квадратов. Это 4 цеха. Они называются сейчас простонародные, то есть нет каких-то таких чистотехнических названий. Они рождались из названия либо это сортов конфет «Птичье молоко», либо это итальянка. Это в честь названия линии итальянского производства. Впервые в жизни было очень интересно, очень познавательно, очень необычно. Надо, чтобы была, ну, какая-то, ну, пусть это не за какую-то символическую плату, но чтобы обязательно была дегустация наших замечательных конфет. А прямо сейчас окунемся в другое производство начала 90-х вместе с проектом Натальи Кечиной «Кинохроники Красноярья». Первое место в союзе среди производителей «Пепси-колы» в первом квартале этого года по качеству напитка занял пивзавод «Красноярский». С приходом Евгения Кузнецовой пивзавод начал выпускать невиданную для многих тогда «Пепси-колу». Парадокс времени. Очереди за этим напитком, равно как и за пивом, выстраивались километровые. Мощности, начинавшего тогда только переоснащение современными линиями завода, в принципе, позволяли удовлетворять все нужды трудящих. Но, увы. Взаимоотношения с торговлей у нас сложные. Не складываются отношения по возврату посуды. Мы уже в торговую сеть отправили около 8 миллионов бутылок. И каждый день для того, чтобы увеличить, использовать вернее мощности, мы должны иметь 150 тысяч бутылок. То есть 5 тысяч ящиков мы можем выпускать каждый день. Мы этого, к сожалению, не получаем. У них все время трудности. То у них заняты площади в магазине, то у края стеклотара нет ящиков. Какие-то все время проблемы. К слову сказать, в 90-е сдавать пустые бутылки не брезговал почти никто. Ведь это была неплохая прибыль. Пустая пол-литровая бутылка стоила 20 копеек, а с пивом 50. Вот и считайте, пустые бутылки в те времена на дороге не валялись. Но и сдать на стеклотару тоже можно было порой, только выстояв очередь. Торговля за много лет распределения разучилась, потеряла предприимчивость и умение выхватить продукцию, продать ее. Она в этом, на мой взгляд, она не заинтересовалась. Ну что вы не торгуете? Ну что вы тянете там? Чья очередь? Моя, моя. В качестве альтернативы через некоторое время на пивзаводе стали выпускать продукцию в кегах. Появилось более порядка 200 торговых точек по продаже напитков в бочках. Вопреки существующему мнению про лихие 90-е, именно в эти годы, благодаря профессиональному менеджменту, завод был возрожден. В 91-м появилась Пикра, технологи, которые не уставая о креативе или выпускали десятки сортов собственного пива, безалкогольных напитков, в том числе флэш. Вместо Пепси появилась наша Крайзи-Кола. Но в 2004-м Евгения Кузнецова ушла в отставку, по сути переда образной правления зятю Даниле Бриману. При нем Пикра купила Балтика, а год назад новый хозяин закрыл завод, вывез оборудование, оставив без работы сотни людей. Перед отъездом с города Евгения Георгиевна написала мемуары о Кулина в бизнесе, о времени и о себе, проникновенно и искренне про то, как это было. Теперь эти книги, пылясь, хранятся в большом количестве, хоть и в надежных руках, но, увы, как и Пикра, оказавшиеся в этом городе невостребованными. Осталась лишь история о том, как можно без мохнатой руки во власти, без поддержки родителей, братьев, сватев, по сути, с нуля в сложнейшее время создать невероятный проект. Пикра была ведь во многом новатором. Всего не перечислишь. Открыла первый кинопарк в городе «Приличные бары», облагородила Центральный парк и стала, по сути, в крае основателем рекламного рынка. Все, вери, все сделали правильный выбор. Наталья Кичина, Александр Трупин, Новости ТВК. Проект создан при информационной поддержке красноярского кинографа. Продолжение следует...